В Балаковском районе начался пик половодия. На Саратовской ГЭС открыли затворы донных водосбросов. Всего их открыто 33. Сброс воды составляет 24 тысячи кубометров в секунду, а максимальная нагрузка, которую может выдержать гидростанция – 70 тысяч кубометров. Самые максимальные за все годы эксплуатации на ГЭС были зарегистрированы в 1979 году. Это было больше 39 тысяч кубометров в секунду. Тогда вода в Нижней Бьехе поднялась на 2 метра выше, затопила почти все дачи пески. В общем, это было такое стихийное бедствие. С тех пор больше таких объемов не повторялось. Я еще раз повторю, что мы можем пропустить до 70 тысяч. Есть версия, что большое половодие наблюдается на Волге раз в 100 лет. И предыдущий раз был в 1926 году. Тогда практически полностью затопило Энгельс. 2026 год не за горами. Все может случиться. Но дело в том, что в 1926 году не было схемы ГЭС и водохранилища. Не было основного регулятора стока Волги. Сейчас это есть. И это единственный способ как-то повлиять или отрегулировать ход наводнений или максимального половодия. График работы всех гидростанций устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов. При этом учитываются данные различных водопользователей. И агентство по рыболовству, и Министерство сельского хозяйства, и МЧС, и Ричфлота, и некоторых других. Сейчас режим работы для нас установлен до 10 мая. Мы должны работать с отметкой не ниже 27,7 метров с верхней стороны, и не выше 28,2. В данный момент у нас отметка уровня воды с верхнего бива составляет 28,2. Половодие для Саратовской ГЭС пора напряжённая. В это время усердно работает комиссия, которая разрабатывает план действий при различных ситуациях на Волге. Прогноз половодия на этот год ниже среднемноголетнего. Несмотря на обилие снега в Саратовской области в этом году, по Волжско-Хамскому каскаду воды немножко меньше, чем норма. Поэтому так и сказали, что поводок ожидается ниже среднемноголетнего. Кстати, всего два года назад было зафиксировано самое продолжительное половодие. Рекорд составил 108 дней. Хотя в среднем уровень воды остаётся повышенным в течение 40-50 дней. В этом году никаких отклонений от нормы не прогнозируется. По нашему прогнозу, если ничего не случится непредвиденного, вдруг дожди зарядят где-нибудь или ещё что-нибудь, то где-нибудь вот так. В начале июня у нас поводок закончится. Продолжение следует...